Нужно немножко догнать его. Посмотрим, как начинается. Да, поехали. Сразу же лужа сетапится. Девора должны... И выбивает ее из потенциального прессинга. Граната проходит мимо. Там доцент, наверное, пожонится. Да. Вот очень удачно сейчас избегает доцента лужи. Он просто подпрыгивает над ней. И идет сразу в атаку. Это заблокировано. Вот здесь переходит в атаку доцент уже. Закидывает ее гранатами. Нет, МГП сильнее оказался у Девора, несмотря ни на что. Да, это естественно, комрад сейчас будет идти в прессинг. А доцент, похоже, разобрался, как лужу наказывает. Тут же делает подкатки. Да, не дает кинуть Жука. Не дает. Он либо законфернил, либо просто собирался подбежать. Но, знаете, так совпало, что жук, в общем, захотел вкинуть жука, чтобы перейти в прессинг, но нет. Сейчас доцент почувствовал всю силу и видно, что в прессинге. Да, ну вот здесь вот он, несмотря ни на что, очень уважает прессинг Деворы, потому что вот сейчас он в лужи ничего не делает. Ну, ты что он знает. Мог бы, наверное, как минимум, попытаться выпрыгнуть. Да, бросает его, комрад. Пытается замиксать здесь. Вот здесь вот, вот здесь сейчас наглядно показано было, что бывает, когда пытаешься нажимать в лужи Деворы. Ну, это комбо, конечно. Оставляет в углу комбит с максимальным уроном. И совершенно противоположная игра показывает, комрад. Да, тут же все попытки вейкапа уверенно сбивает МЖП. Но вот здесь вот он с жуком промахнулся, так что-то пошло не так. Сейчас будет продолжение боя, наконец. Вот, наконец-то, да. Армор, а доцент Ашармор сбивает, настолько хорошо врывается. Но тут же получает жука, вот они, те самые дэши. То есть тащит его комбат просто в угол и заканчивает комбо там. В итоге делает, да, 46, и вытог делает огромный урон просто через свою экс-гранату. Что с этим не славится Девору, в этой вариации, это именно дамаг. Вот он, замечательный способ выйти, погружить Девор и сделать арморный песок. Да, с того, чтобы уж точно перебить все подряд. Да, да, оттуда отпрыгивает, сейчас доцент должен врываться. Нет, к сожалению, очень неудачно врывается, но там, когда он прыгал, был отличный... И был отличный повод засетапить прессинг. Ну, в принципе, мог наказать просто этот Sting и Девору и убить Камраду и все. Мог, конечно, но он, к сожалению, этого не сделал. Ну, решил прыгать, давай, чему-то, ну, ничего страшного, посмотрим, что будет дальше. Но еще и есть время, когда можно отыграться. Давай, Камрад не угадывает, не угадывает. Оказывается, Камрад в углу. А доцент пытается ворваться с серии Evercat Low, которую, видимо, он думает, что до сих пор является самым лучшим, потому что там в Evercat Low ее мало кто блочит. А все же так и есть. Да, но они бы у них били этот NGP Combat. Вот, вот, да, естественно, наказывает армор, так скажем, народным способом, просто прыгнуть и... Вот здесь можно было икзовую гранату пустить и тогда закомбило бы наверняка, а то и вообще песок сделать, у него же все в хик туда прошло. Вот, потрясающий ресет был сейчас. Да, не ожидал этого доцент, но в итоге он просто блужу врывается оверхедом. А Камрад, похоже, сидел, он ожидал подката. Не дает ни отпрыгнуть, ни отбэкдешить, ничего сделать, доцент. И вот тут вот блок не нажимает. Не блокирует то, что нужно было бы. Сразу же Камрад делает ему лужу. Вот, и как хорошо ловит, но, к сожалению, нет комбы. Он считает, будто доцента как книга сейчас. Да, но доцент врывается с помощью Evercat Low и все, у него пока что... Пока что он на коне, сейчас инициатива у него. И вот, и повтор. Одного раза мало. Нужно повторить еще раз. Говорят, чтобы тебя поняли, нужно повторить как минимум два раза. Непонятно, что у нас сейчас вообще здесь на экране происходит. Здесь как будто бы пытаются наказать Армор, но в итоге получают апперкот. А вот тот в углу момент, когда... Некрологин недоволен. Да, да, Некрологин недоволен. Он понимает просто, что делает Эрн Блэк очень хорошо, потому что он играет за этого персонажа. Так, у нас последний матч. Сразу же Покай вырывает себе первый метр, Леха. Но после этого ему приходится тут же его потратить, потому что он не угадывает Low. Или даже сразу Overcat. Я пропустил, что именно он не угадал. Но здесь вот он не угадал Low, да, и вот тут же в угол раз. Нет, запорол, окончание комбо. Но хотя бы Камрад вышел из угла, но нет, не вышел. То есть казалось бы, вышел, но никакого толпа такого не получил. И тут же Overcat Low. Гранаты. То есть, его едацет, доцент решил его отзонить. И промазал жуком, боже, что это такое? Жуков заякал. Я знаю, почему не хватает, мне не хватает X-Ray. Да, кажется, здесь пришло время сделать X-Ray. Ну вот, лужа урон. Ну что, вы сейчас берете? Да, ну сразу слайдом. Слишком много армора, то есть здесь армор, армор поглотил армор. В общем, доцент очень удачно атаковал, сделал экзагонату, да. И именно то, что нужно, это лучше рождал инструмент, пожалуй, у Эрон Блайка. Ох, как он попал. Да, тут же в лужу, не выпускает его из угла. Вот сейчас вот, можно было сантьерить. И даже, даже вытянет домочок. Но, вот, да, в их нужно наказывать, да, действительно. Еще бы он его не наказал. Так, кажется, опять у нас доцент что-то потерял в управлении. Когда раунд проигрываешь, то чувствуешь, что правильник не потерял. Где-то я такую историю конкретно доцент уже видел. Суровый некрологин взрывал. Да. Чтоб всех наказать. Плохой Эрон Блайк. Да, всех наказать. Эрон Блайк чувствуется даже здесь. Да, и тут же Оверхед ест, недоволен тем, что он попадает в угол. Сейчас уже не выбирается. Выбирается жам-киками. Вот здесь можно было сделать апперкот, но он выбирает более хорошую опцию D1. Да, наказывать песок, конечно. Вот, вот сейчас уж действительно надо наказать. Почему у Эрон Блайка не верят у нас или? У Эрон Блайка полный метр. Ожидательно микс-рей. С одной стороны, это не Камрад. С другой стороны, почему бы нет. Что-то дропается. Да, вот здесь вот доцент не конфермет. Но вот Леха выходит. Совсем осталось... Да, джамп-кик. Один джамп-кик.